Что, продолжим тему лета, наступление лета, последние звонки, собственно, отзвенели, отгремели. Да, официально, в этом случае. Да, 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 детвора все отправляются на каникулы, и, собственно, бдительность, возможно, здесь немножечко родителей теряется, потому что, ну, это долгожданное событие, вспоминай себя, все, лето, это сломя голову, бежать на улицу, гулять с друзьями, кататься на велосипедах, ну, в общем-то, развлечений огромное количество. Во дворе-то сколько всего интересного? Да, мы здесь про бдительность, поэтому готовы представить нашего гостя, главный инспектор по делам несовершеннолетних ГУМВД России по Красноярскому краю, Наталья Шапрута. Доброе утро. Доброе утро. И вот такие, вы знаете, у нас какой-то общий вопрос о том, на что родителям обратить внимание, чтобы вот эту бдительность не потерять и соблюдать все правила, там, начиная от времени, когда ребенок должен на улице находиться, когда домой возвращаться, и, может быть, там, правила дорожного движения, какая-то такая инструкция четкая и понятная для всех, чтобы освежить в памяти и быть спокойными. Ну, во-первых, конечно, веселое самое время – это каникулы летние для наших ребятишек. Все это понимают прекрасно. Ну, и родители, конечно, должны понимать и не терять бдительности. Не всегда в течение дневного времени, да, и вечернего времени родители могут находиться со своими детьми. Поэтому заранее, конечно, нужно, ну, наверное, каким-то образом обезопасить себя и своего ребенка и постараться его максимально занять в летний каникулярный период времени. Ну, на сегодняшний день, вот, по данным Министерства образования, у нас на территории края будет действовать 56 загородных оздоровительных лагерей, где могут отдохнуть ребятишки. Всего, значит, 25 будет палаточных лагерей, они в течение всего летнего периода будут действовать. Там смены от 10 до 15 дней. И пришкольные лагеря для наших самых юных, наверное, учеников, учащихся, которые будут действовать, ну, тоже в июне, в июле месяце. Хорошо, но не все лет пройдет в лагерях у детей, которые там… Тем не менее, настанется время и на отдых с друзьями, и, конечно же, проведение этого времени во дворе. Что, вот какие правила должны напомнить родители своим детям? Ну, во-первых, конечно, максимально для того, чтобы обезопасить своего ребенка, нужно, конечно, повторить с ним правила дорожного движения. Велосипеды, самокаты, чтобы не выезжали на проезжую часть, чтобы переходили дорогу только в четко установленных местах, чтобы не расслаблялись. Ну, в общем-то, и во дворе в том числе, поскольку у нас во дворах тоже есть машины, и не всегда водители бывают очень внимательными, и не всегда дети бывают, в общем-то, внимательными, да, выскакивают на проезжую часть, несмотря ни на что. Конечно же, дома для того, чтобы, ну, посмотреть, чтобы были в порядке электроприборы, чтобы все-таки контролировать своего ребенка, постараться обезопасить от падения с высоты. Это, естественно, окна наши, да, должны быть оборудованы определенными там какими-то замками для того, чтобы ребенок не смог их самостоятельно открыть, да, и вывалиться из окна. Ну, в общем, максимально обезопасить все, что возможно, быть на связи постоянно с... Говоря о дворах и автомобилистах, вот у меня просто ситуация, в моем дворе живет одна дама, ездит на автомобиле довольно быстро баварской марки одной, просто, я думаю, может, вдруг она смотрит, поймет, что это про нее речь идет. И она это делает довольно быстро по двору. Я каждый раз себя ловлю на мысли, что если я ее увижу, обязательно с ней познавательную для нее беседу проведу. Но что вот в таких случаях делать? Она явно нарушает, я вижу, что она, ну, по двору несется с такой скоростью, что если ребенок выскочит, она просто не успеет тупо остановиться. Ну, конечно, вы со своей стороны, как любой гражданин, наверное, должны, наверное, даже обязаны сообщить об этом в органы внутренних дел, ну, в первую очередь, если есть возможность заснять это. То есть, ну, я вот, у меня есть камера видеонаблюдения во дворе, это может быть ликой? Это может быть уликой, конечно же. Это может быть доказательством ее правонарушения. То есть это будет работать этот знак ограничения скорости, да, во дворах? Конечно, конечно. Нет, ну, в дворах всегда это правило, что 20 км в час, я не ошибаюсь, да, есть ограничения? Ну, да, да, есть где-то ограничения до 5 км в час, когда... А, 5 даже, 5? Да, 5 км в час, когда выход из подъезда сразу на проезжую часть. А у нас чаще всего сейчас так и бывает. Наталья, а можно еще, пожалуйста, про время? Ну, вот есть же какие-то часы, да, когда уже подростки не могут находиться в общественных местах, на улице? Ну, вообще мы должны помнить о том, что у нас существует закон Красноярского края об ограничении времени, да, нахождения детей и подростков до 16 лет в общественных местах. В летний период времени это увеличивается на час. Запрещено нахождение до 16 лет с 23 часов до 6 часов утра. Родители, пожалуйста, помните, за это предусмотрена административная ответственность. То есть она, конечно, небольшая в виде штрафа от 200 до 500 рублей, но, тем не менее, это существуют определенные последствия. Если ваш ребенок будет неоднократно задержан на улице, то тогда будет вопрос стоять о постановке либо подростка на профилактический учет, если он будет у нас правонарушителем, либо родителей за то, что они не обеспечивают должное воспитание своих детей. Ну, я этим... Ну, нет, вот такие законы. То есть летом до 23 часов, да? Да. С 1 мая по 30 сентября до 23 часов возможно нахождение детей. Большое вам спасибо за эту информацию. И, родители, вспоминаем, детям напоминаем. Нет, ну, на самом деле, казалось бы... Повторением отчаяния. Про прогулки, да, по ночам это очень хорошо. И они бывают, и у кого-то они были, не знаю, никаких законов я сейчас не нарушаю. Ну, нормально. По-русски мы, наверное, не попадались, но тем не менее, да, если это регулярно, и, в принципе, это же предостерегает каких-то неприятных последствий. Поэтому помните, предупрежден вооружен. Спасибо большое вам, наши гости. Наталья Шапрут. Там главный инспектор по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Красноярскому краю. Спасибо большое вам. Ну, что ж, а если все-таки ваш ребенок любит ночью погулять, то самое, я думаю, надежное место, это будет, например, дача. Сколько там всего интересного? Грабли, лопаты, ведра. Сколько всего нужно интересного помочь родителям сделать? Да, да, да. Если вдруг они еще решили прибивать яблони, то нужно обязательно смотреть, как это делают Виктория Лазарева и Сергей Богацкий. Прямо сейчас посмотрим.